Всем привет, 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 привет! Ну, а я, как обычно, к вам со своими новыми бусами. В общем, бусы эти у меня рождались, ну, не могу сказать, что долго, ну, и не могу сказать, что родились прямо в один день. У меня были вот такие красивые красные бусины, красные с белым бусинами, они все прозрачные, а внутри вот у них там такая целая жизнь, белый цветок на красном фоне. Их у меня было довольно много, и вот они у меня лежали и ждали своего часа. Я все время думала, что бы из них такого сделать. И как-то совершенно о них забыла. А потом я делала какие-то бусы и искала компаньон для черных бусин, и вот наткнулась на вот эти бусины. А потом решила, что красное с черным будет слишком патетически. И у меня родились вот такие бусы. Бусы двухрядные. Сделаны они... Я их сначала сделала однорядными бусами-трансформами. То есть это были такие длинные бусы. С одной стороны у них было вот такое окончание, то есть вот красные бусины я проставила между вот этими цветочными. А с другой стороны у меня было вот такое окончание. Здесь тоже вот такие красивые, красные с белыми цветами бусины. И я сделала вот такое окончание. То есть их можно было бы носить либо так, вот на одну сторону, либо вот так, на другую сторону. А потом я их примерила, и мне показалось, они слишком какие-то... Ну, слишком мелкие бусины для таких длинных бус. И я все это дело переиграла и сделала бусы... Ну, вот такими, какими сделала. Сделала их двухрядными. Бусы сделаны из... Здесь все бусины стеклянные. Все абсолютно. Они довольно-таки весят прилично. Кроме вот этих вот белых бусин. Вот сколько их? Давай, четыре, шесть, восемь бусин. Они пластиковые. Почему? Потому что мне не хватило вот таких белых бусин. Это был браслетик. И у меня все вот эти белые бусинки из этого браслетика ушли на эти бусы. Я здесь использовала даже вот такие коннекторы. Я когда-то давным-давно покупала на Алиэкспресс и ни разу их не использовала. Но вот пригодились они мне в этот раз. Вот. Вот такие получились бусы. Они, конечно, какие-то такие очень пестрые. Ну, а с другой стороны, красное с белым это всегда пестро. Вот. Использовала шапочки разные. Шапочек у меня было очень-очень мало, поэтому я старалась их симметрично использовать. Ну, не все одинаковые, как обычно принято в бусах. А, допустим, вот для этих бусин одни шапочки. Для этих бусин через одну я ставила другие шапочки. Вот для этих красненьких третьи шапочки. Ну, в общем, по-разному. Замочек здесь обычный крюк, который я перепутала. Я обычно ставлю крюк на правую руку, а вот этот вот, как это сказать, ну, так сказать, колечко на левую руку. А в этот раз у меня получилось вот так. Немножко мне неудобно их застегивать, но, в принципе, это все очень терпимо. Ну, в общем, получились у меня вот такие бусы. Вот такие красивые бусы. Ну, не знаю, может быть, кому-то некрасивые, но мне нравятся. Ну, странно было бы, если бы моя работа мне не нравилась. Если бы мне не нравилась, я бы ее переделала. Так, и сережки. Сережки я сделала вот такую модельку. То есть я собрала бусики на тросик, закрепила их здесь и протянула в колечко от швензы. Вот такие бусики с одной такой длинненькой бусинкой. Ну, это уже остатки-остатки. На браслет мне материала не хватило. Ну, я когда-то делала такую модель для бус, которая называется «Черно-белое кино». Мне понравилась такая моделька. Но там здесь такой более мягкий получился у меня, потому что тросик более мягкий. Ну, вот этот вот набор. А в тех бусах более плотный тросик, и они такие больше держат форму. И они, по-моему, чуть-чуть длиннее. Ну, в принципе, мне нравятся. Они такие немножко, как сказала бы моя мама, цыганские. И по форме, и по расцветке. Ну, иногда и хочется чего-нибудь такого цыганского. В общем, здесь тоже шапочки. Сейчас покажу. Вот на одной сережке шапочки одинаковые. Вот они одинаковые сверху и снизу. Четыре шапочки. А здесь другие шапочки. А здесь солянка сборная, потому что у меня уже не было никаких. Сверху на одной, с одной стороны одного типа шапочки, на другой бусине другого типа шапочки. И здесь вот две одинаковых, а здесь вот две разных. В общем, вот так у меня получилось. Ну, я же говорю, я уже стараюсь изо всех сил, но посылка не идет, а материалы заканчиваются, и купить мне их негде. Я хочу на днях сходить в магазин для детского творчества. Ну, не только для детского, там вообще магазин для творчества. И хочу посмотреть, может быть, какой-то тросик будет, может быть, какие-то шапочки. Но когда я там была в прошлый раз, там ничего такого не было. Там все было очень, ну, так, для художников, для тех, кто вяжет, для детей. Ну, в общем, такое все. Бусины там были исключительно деревянные и пластиковые, а фурнитуры я там никакой не видела. Но уже прошло некоторое время. Может быть, стоит сходить посмотреть, может быть, и что-нибудь и прикуплю. А заодно сниму, вам покажу, какой у нас магазин есть. Он здесь недалеко от нас. Вот, находится в торговом центре Триангель, ну, треугольник. Я уже говорила, да, что я туда боюсь ходить, потому что это Бермудский треугольник. Но я знаю, где находится этот магазин. В него легко попасть и из него легко выйти. Он находится, так сказать, в зоне моей доступности. Вот такие у меня получились бусы. Ну, конечно же, фото, видео. Как на моем манекене, я все это добавлю. Вот, но, опять-таки, у меня эти бусы без названия. Очень хочется, чтобы вы мне посоветовали, как мне их назвать, как вы их видите, потому что у меня нет никаких идей. Вот, вот нет у меня идей, и все, бывает такое. Леночка, особенно прошу тебя, ты у нас мастерица называть, выдумывать красивые такие фантазийные имена. И что самое интересное, ты всегда попадаешь в точку. Ну, вот действительно в точку. Вот, очень мне импонирует. Это очень мне нравится. Ну, все. На этом заканчиваю. Всем благодарна. Очень-очень. И всем, кто смотрит меня, всем, кто ставит лайки, всем, кто подписывается на мой канал, и всем, кому нравится мое скромное творчество. Ну, все. Всем здоровья, удачи и хорошей погоды. Всем пока-пока-пока-пока-пока-пока. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»